В футбольной арене «Химок» 10 лет весело и шумно отметило юбилей главное спортивное сооружение городского округа. Строительство стадиона началось в 2005 году, ну а в 2008 арена «Химки» получила свой первый сертификат соответствия от Российского футбольного союза, и тогда же был проведен первый матч. На арене «Химки» трудится более 200 человек, и среди них есть те, кто работает здесь с первого дня. Поздравили сотрудников с круглой датой представители администрации городского округа. Это тот стадион, которым безусловно мы гордимся, это наше сердце городского округа, самый крупный спортивный объект в Подмосковье. Арена «Химки» входит в число лучших стадионов России. За 10 лет на нем провели больше 5000 мероприятий, в том числе 317 футбольных матчей. На этой арене проходили матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Чемпионата России. Стадион в «Химках» был домашней ареной для ЦСКА, ну а московская «Динамо» базируется здесь до сих пор. Родным газон арены является и для местного футбольного клуба «Химки». А во время Чемпионата мира по футболу этим летом здесь тренировалась сборная «Перу». Когда Россию объявили хозяйкой 2018 года, 8 лет назад, и все стадионы, особенно московские, встали на реконструкцию. Не было открытия стадиона, закрыли «Динамо», не было ЦСКА, лужники встали. Поэтому арена «Химки» у нас была палочка-выручалочка. Главный секрет успеха футбольной арены – слаженность коллектива. Стадион – это маленькое государство, и вклад каждого сотрудника важен, ведь в большом спорте нет мелочей. Для любого стадиона не секрет, что верх его признания – это проведение официального матча сборной страны по футболу на арене объекта. И мы это сделали, сделали это не раз. 10 насыщенных лет – хорошая цифра для стадиона. Ну а дальше не менее интересное время. Футбольный сезон уже стартовал, впереди новые матчи. Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, Матвей Шинкаренко, Служба новостей.